Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики порадовали целыми двумя рулетками на танке, а именно на хищника и на виндикатора. На виндикатора рулетку я уже покрутил. Если вам интересно, чем дело закончилось, то для того, чтобы не перебирать вам вкус просмотра данного видео, ссылку на видос вот здесь наверху я добавлю в конце этого видеоролика. Переходите, посмотрите, что получилось с прокрутом рулетки по виндикатору. Рулетки очень похожи между собой и общая стоимость всех прокрутов одинаково что на хищника, что на виндикатор. Кстати, виндикатор, если я правильно посмотрел, как я уже говорил в своем видео про него, это несущий возмездие. Ну, если я правильно понимаю, то это такой себе возмездун. А это действительно хищник, который действительно может довольно-таки жестко всех кусать, несмотря на то, что вроде бы впечатление такого и не производит. Что касается цены, как я уже сказал, ценник на рулетке абсолютно одинаковый. Полностью все 11 прокрутов обойдутся вам в 12505. Ну, будем пятерку не считать, 12500. Если вы прокрутите до 8 прокрута, то, ребят, здесь вам машина обойдется в 4500. Я считаю, что это действительно нормальная цена для данной тачки. Если бы не предложили ее купить, я обязательно бы ее взял себе за этот ценник. Если крутанете еще раз, то тогда вам машина обойдется в 7000. И даже за эти деньги я готов был бы ее взять. Ну, а дальше, ребят, если сделаете еще два прокрута, то, как я уже сказал, 12500 отдадите за всю рулетку. Сейчас пару раз крутнем у меня на твинке. К сожалению, на основе у меня всего лишь 6000. Я не готов сливать их на рулетку. Хотя сама машина очень интересная. И да, кто-то будет крутить пальцем у виска и будет писать в комментариях, что я какой-то маниакально депрессивный. И занимаюсь какой-то глупостью. И агитирую за то, что не надо. Ребят, я не агитирую. Я высказываю исключительно свое впечатление от машины. И свое видение данной тачки в ангаре у себя конкретно. Не в ваших ангарах. Так вот, если бы мне предложили, я бы эту машину купил бы с магазина абсолютно спокойно. В составе какого-нибудь, пускай даже пустякового набора. Вполне спокойно за 8-8500. Да, это семерка. Да, это не фармер. Но, ребят, я не из тех, кто смотрит на танки исключительно через призму того, сколько серебра она принесет мне в копилку. И какой процент побед я смогу на ней делать. Я за то, чтобы получать удовольствие от игры. И я знаю, что на хищнике это удовольствие получать можно. Поэтому да, за нее. Несмотря на то, что многие скажут, что это не восьмерка. Не прем. Ну, короче говоря, тачка явно не для статистов и не для киберспортсменов. То себе я бы ее с удовольствием заимел. Потому что я не являюсь ни статистом, ни киберспортсменом. Для меня игра это в первую очередь впечатление позитивное от самого игрового процесса. Что касается шансов. Все те же самые шансы, что и в соседней рулеточке. Особо здесь заценивать нечего. Шанс выпадения машины крайне мизерный. Я больше чем уверен, что будет очень, ну очень мало игроков, которые за первые прокруты машину заберут. Ну что, давайте попробуем пару раз крутнуть. Попытаемся достать тачку. Ну а если нет, то перепрыгим на пресс-аккаунт. И там сделаем абсолютно честный обзор на хищника. 30 голды. Что за них выпадает? За них выпадает анимированный аватар. Который я ценностью не считаю. Ну это мое мнение. Пишите свое в комментариях. Дальше. За 50 голды. Давайте не будем там тянуть кота за резину в долгий ящик. 50 тысяч кредитов. За 50 голды да в жизни бы не покупал. Серьезно. 150 голды. За 150 голды мы имеем бустеры. Которые за 150 золота я бы тоже ни в коем случае не покупал. Едем дальше. 250 голды. За 250 голды мы забираем х5 в количестве 10 штук. Тоже не покупал бы ни в коем случае. 550 золота мы сливаем и получаем. Мы получаем целых 2000 свободки. Ребят. Ну это честно говоря издевательство какое-то. Потому что 550 золота за 2000 свободки. Это умопомрачительный ценник. Ну и давайте еще разок прокрутим. И на этом останавливаемся. Потому что дальше я не готов даже на твинке сливать свою голду. Ну давай. Хищник да? Да? Хищник? Хищник? Или опять то что мне нафиг не надо? Мне выпадает камуфляж. Имперские кулаки. Который мне не нужен. Потому что у меня хищника. Так все же в ангаре и нет. За 1150 золотом я не готов дальше прокручивать данную рулетку. И основная беда данной рулетки заключается в том, что слив достаточное количество золота. Я так и не получил машину. Но набрал всякого рода хлама. Который мне по большому счету за это золото не надо. Особенно мне не надо. Внешний вид на машину. Которой у меня нет. Давайте посмотрим на шансы выпадения машины. Они поднялись существенно. Они поднялись на целых 3%. И теперь составляют 3%. 0,08. Но готов ли я дальше крутить. С учетом того, что дальше мне выпадет еще один анимированный аватар. Это однозначно. Мне выпадет вот эта вот красота. Х10 в количестве 7 штук. Ну и дальше мне понятное дело выпадет камуфляж. Потом мне выпадет фон профиля. Который мне тоже в принципе нафиг не надо. И выпадет хищник. Кстати, что касается фона профиля. То стоит отметить, что в рулетке на хищника фон профиля мне нравится гораздо больше. Нежели на виндикатор. Пишите свое мнение в комментариях. Если вы со мной согласны. Ну очень красиво все нарисовано. Вопросов нет. Я предлагаю переместиться на пресс аккаунт. Взять эту машину и сделать на нее абсолютно честный обзор. Заодно и затестим ее в реальных рандомных боях. Итак, друзья мои, хищник. Тяжелый танк седьмого уровня, который подойдет исключительно тем ребятам, которые не разделяют современные тенденции, которыми промывают мозг практически на всех ютуб каналах по поводу того, что танк должен обязательно соответствовать следующим критериям. Машина, которая позволяет вам выдерживать вашу статистику и вы обязательно на этой машине должны зарабатывать горы серебра. Если вы не согласны с этими позициями и вы расцениваете машины в первую очередь как предметы, с помощью которых вы можете получать удовольствие в боях. Ну допустим тот же самый крушитель. Или если вы понимаете в чем основная изюминка могильщика, то тогда и хищник вам зайдет. Если вы не разделяете данных позиций, если для вас на первом месте ваша статистика и количество серебра, которое вы будете вывозить, то понятное дело, что вы никогда не сможете по достоинству оценить машины седьмого уровня, к которым хищник и относится. Что машина собой представляет по техническим характеристикам? На удивление ребят, это барабан. Это первая изюминка данной машины. Три снаряда в магазине, 178 пробития, на голдовых 236, 180 единиц урона. Кто-то скажет, что уничтожитель куда круче, но к этому вопросу мы вернемся немножечко позже. Угол склонения орудия вниз минус 6, я бы не сказал, что это действительно комфортно, потому что танк очень большой по размерам в высоту в первую очередь, ну и соответственно склонять орудие вниз сложновато. Что касается количества выстрелов, то как я уже говорил, три и выплевываются они через каждые полторы секунды. Это действительно очень приятное орудие. И что самое интересное, что несмотря на то, что это барабан на три снаряда, время перезарядки составляет всего лишь 10,5 секунд. И действительно в бою очень удобно, комфортно и приятно. Что касается урона в минуту. 2392, давайте будем округлять 2400. Для барабанного орудия на седьмом уровне вполне себе приемлемая цифра. Время сведения и разброс очень сложно охарактеризовать стоя в ангаре и глядя на какие-то сухие цифры, поэтому его будем заценивать как обычно непосредственно в самом бою. Стоит отметить, что машина обладает в принципе довольно неплохой броней, да, пускай не ультимативной, но есть чем потанковать. Очень часто бывают рикошеты, особенно от каких-то средних танков, иногда от ПТшек. Да, для тяжей, конечно, 195 с приведенкой не так уж и много, но в целом, согласитесь, довольно неплохо забронировано. И что меня радует, что здесь нет страдальческого нижнего бронелиста, передний бронелист тоже забронирован. Короче говоря, спереди машина забронирована, я бы сказал, неплохо. Плюс к тому, можно вот так вот ромбиком немножко попытаться поиграть. Есть, конечно, за что зацепиться снарядом, но эти зоны очень маленькие, и поэтому, когда вы играете ромбом, их выцелить довольно-таки сложно. Есть комбашня, да, она пробивается, и она немаленьких размеров. Что касается бортов и кормы, то, в принципе, ничего удивительного, но обратите внимание, здесь есть вставки, которые позволяют вам, даже когда вы выезжаете где-нибудь из-за какого-то укрытия, то, в принципе, пробить сразу вот сюда вот в первую попавшуюся часть, которая появляется из-за укрытия, я бы не сказал, что сложно, но очень часто бывает такое, что вас сюда не пробивают, особенно если вы это делаете под каким-то углом. Ну, знаете, там из-за дома из-за какого-то выезжаешь, и только начал выезжать, и сразу прилетает тебе в начало бортины. Здесь такого не происходит, ну, а точнее так, происходит, но гораздо реже. Что касается сравнения с другими машинами, ну, понятное дело, что сравнивать со всеми тачками, которые есть, очень сложно, потому что, во-первых, их очень много на седьмом уровне, ну, а во-вторых, сравнивать необходимо все-таки машины по классу. Я бы в данном случае говорил о том, что необходимо всех ребят вот этих вот отсюда убрать, для того, чтобы просто не высасывать из пальца какую-то информацию, и не делать каких-то выводов, которые ни к чему не приводят. Я думаю, что можно оставить просто те тачки, которые обладают барабанами. Ну, сейчас, секунду. Фореста давайте тоже уберем, ради честности. Ну, и вот, что у нас получается. У нас получается вот такая вот картина по машинам. Есть три тачки, обладающие барабанами на три снаряда, но только стоит учесть, что уничтожитель, это мы возвращаемся как раз к той теме, которую я поднимал, он имеет странный барабан, потому что, если, допустим, на том же самом хищнике, или на фараоне, или играя на могильщике, у которого целых шесть снарядов в магазине, обратите внимание, кстати, на время перезарядки. Я бы сказал, что самое лучшее время перезарядки среди всех магазинов, которые есть на уровне. Да, у него меньше альфа, но при этом играется гораздо комфортнее. Так вот, ребят, в отношении уничтожителя, да, у него крутой ДПМ, и да, у него очень скорострельный барабан, потому что он выплевывает снаряды через каждое 0.33 секунды. Но только проблема заключается уничтожителя в том, что уничтожитель это делает исключительно в одну мишень. То есть ты не можешь выбрать двух соперников, в которых ты откинешь снаряды. То есть если на тебя выезжает, допустим, два шотных танка, то ты в любом случае вынесешь только одного. А второй будет время, которое у тебя будет на перезарядку, будет тебя разбирать или вообще куда-то уедет, перед этим дав тебе одну или две тычки, потому что 13.3 секунды это все-таки много. Что касается хищника, это не имба, безусловно не имба. Но только здесь, ровно как и на фараоне, и как на могильщике, мы можем самостоятельно выбирать количество соперников, в которых мы будем отбрасывать свои снаряды. И кстати, ребят, у меня был один раз случай, когда я выехал на хищнике против нескольких средних танков и одного легкого танка, которые были все подранены и имели запас прочности в районе 130-150. И вот всех троих ребят я вынес именно благодаря тому, что смог отбросить точно три снаряда из своего магазина. И потратил я на это 3 секунды. По-моему, довольно неплохо. Что касается скорости, машина очень вялая по подвижности, но в этом, наверное, его шарм и в этом, наверное, его душа, если хотите. Что касается доходности, ничем не отличается от других коллекционных машин на уровне, но 150% дают возможность играть, не беспокоясь за то, что будешь уходить в какой-то минус по серебру. Играть, ребят, исключительно в свое удовольствие, а не использовать машину для того, чтобы на ней зарабатывать. Что касается процента по победам, то целых 55%, но только 47 игроков играли на данной машине. Я не удивлен, потому что современные тенденции постоянно нас тянут навстречу приключениям в поисках годных восьмерок или десяток. Но в основном восьмерки все агитируют покупать, потому что там, там вся жизнь. Но нет, ребят, если вы хотите получать удовольствие от игры, то играйте на разных уровнях и поверьте мне, на каждом из них, есть какая-нибудь интересная машина, которая предоставит вам бурю каких-то позитивных эмоций и впечатлений. Ну что, поехали, попытаемся машину заценить. Ну что ж, поехали. Давайте будем заценивать тачку. С учетом того, что мы барабан, и я не могу сказать, что мы имба, ехать на ТТшек в лоб у меня желания нет абсолютно никакого. Поеду вместе со средними танками, попытаюсь помочь им продавить это направление, ну а дальше будем уже разбираться, что там дальше происходить будет. Может за это время мы сольем, а может наоборот это будет залогом нашего успеха. Что касается подвижности. Далеко не самая подвижная машина на уровне, едет действительно туго и ты прям ощущаешь. Ощущаешь весь вот этот вот вес машины, все его размеры и ощущаешь вес каждого болта, каждой гайки, из которых он состоит. В общем, ребят, ощущение такое, каким оно и должно быть, исходя из внешнего вида данного тяжелого танка. Что касается орудия. В целом довольно приятное, довольно комфортное. Я бы сказал, что вполне себе хорошей точностью, с учетом того, что это барабан и время сведения все-таки тоже далеко не идеально. Давайте попытаемся подъехать нашему Василиску помочь. Привет, друг любезный. Жаль, не пробили. В тебя-то точно залетит. Ну и уходим на перезарядку. Как я уже сказал, перезарядка здесь по сравнению с другими барабанами существенно короче и, соответственно, существенно приятнее отыгрывается. Глупость сейчас сделаю, бортом к нему стал. У меня там в бортах вообще нет брони никакой. Так, ну вот как-то вот так пока. Не знаю, мне машина очень сильно нравится. И, как я уже сказал, если бы у меня была возможность... Вот, кстати, была игровая ситуация, о которой я говорил, что если бы даже сейчас вот этот товарищ выжил на эмочке, я бы его тоже добрал. Потому что у меня было в запасе три снаряда, два снаряда я бы сейчас отправил в одного и один снаряд во второго. И, в принципе, было бы два фрага у меня на счету. Поэтому, да, уничтожитель машина крайне крутая, ребят. Но при этом всем она позволяет бить только в одну мишень. А этот товарищ, ровно как и могильщик и как фараон, позволяет вам выбирать себе несколько целей, которые вы можете поразить своими снарядами. В общем, ребят, может я повторюсь, может быть я уже поднадоел одной и той же фразой, но все-таки она из меня просто рвется постоянно, когда я играю на подобных машинах. Если вы ищете себе танк для получения удовлетворения от игры, от самого игрового процесса, от того, как вы проводите свое время, если вы готовы за это заплатить серебром, то тогда не обязательно выбирать себе восьмерки. Если вы будете себе выбирать исключительно по критериям доходности и по критериям фарма, то такие машины, как могильщик, такие машины, как виндикатор, такие машины, как хищник, ни в коем случае никогда никто вам не посоветует. И вы к этому будете относиться вполне нормально и с пониманием будете считать, что это правильно. Ну а если вы все-таки с правильными взглядами в отношении игры и в отношении того, что она должна приносить, то я больше чем уверен, что семерки вам зайдут, и эта машина в частности. Именно поэтому я и говорю, что если бы у меня была возможность купить данную машину, то, наверное, я бы вполне спокойно за 7,5-8 купил бы. Как видите, на дальних расстояниях играется не очень комфортно, потому что, во-первых, сводится орудие долго, а во-вторых, время полета снаряда тоже является далеко не самым лучшим. Так, голдовый снаряд, так, чтобы наверняк, и вот так вот немножечко повыше будем целиться для того, чтобы попадало туда, когда надо. Если с полным сведением ты стреляешь в стоящего на месте соперника, то у тебя есть все шансы выцелить интересующую тебя серую зону, и именно туда отправить снаряд. Да, вы при этом будете видеть, как этот снаряд летит, но все же своей цели он достигнет. Так, не будем психовать, стоим на месте, спокойно выцеливаем и отправляем товарища отдыхать. Ну, а теперь поехали разберемся с квасом. Я больше чем уверен, что у нас есть все шансы сделать ему больно неприятно. Единственное, что подвижность. Подвижность, ребят, далеко не самая лучшая, но зато скорострельность неплохая. Вот такой вот он, хищник, который, как мне кажется, на примере как минимум вот этого боя доказывает абсолютно полностью и подтверждает свое честное название. Он действительно хищник, он действительно умеет разрывать и жрать всех, кому не лень. Единственное, что вам необходимо привыкнуть к немножечко, немножечко унылому передвижению по карте, ну и привыкнуть к тому, что на дальних расстояниях вы не снайпер. Хотя, ребят, только если без полного сведения. А с полным сведением будет самое то. Что касается доходности. 150% доходности им предоставляют нам с прем-аккаунтом 72 тысячи, но и 51 без према. Как для семерки, коллекционной, я считаю, что очень даже годно и очень даже приятно. Вы не уходите в минус, когда платите серебром условно за получение фана и удовольствия. Первое место в команде по урону. Я считаю, что это вполне себе даже заслуженно. Нам продавили направление, нормальное количество фрагов сделали. Так что, в целом, я больше чем уверен, что в данном конкретном бою хищник выполнил свою задачу. Он предоставил мне бурю позитивных эмоций и впечатлений. Если вы за честные обзоры, за честность всего, что происходит в нашей игре, прямо сейчас обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, это помогает продвижению видео. Ну и обязательно возвращайтесь ко мне на канал за просмотром новых видосов. Снимаю специально для вас. С мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.